Добрый день! Выполним подключение к SCADA 3 SMODE контроллера CX8090 Backhoff с модулями ввода-вывода EL3204, это 4 аналоговых входа от термометров сопротивления, EL4008, 4 аналоговых выхода по напряжению, EL1809, это 16 дискретных входных сигналов и EL2809, 16 дискретных выходных сигналов. По протоколу обмена данными MadBus TCP через прямой драйвер и, естественно, без использования PC. Перед началом работы по подключению мы скачали с сайта производителя контроллера пакет конфигулирования и программирования Trincat 2 в 64-битной и установили его на нашем компьютере с операционной системой Windows 10. В подготовленном нами стенде мы запитали наш контроллер от источника постоянного напряжения номиналом 24 вольта. К первому аналоговому входу модуля EL3204 мы подключили термометр сопротивления с гардюровкой платина 100 по двухпроводной схеме. К первому аналоговому выходу модуля EL4008 подключили мультиметр. К первому дискретному входу модуля EL1809 с помощью вот этого проводника подключена плюсовая клемма нашего источника питания. Ну, на дискретный выход будем смотреть по светодиодной индикации модуля. Это модуль EL2809. Ну и, наконец, для взаимодействия с монитором реального времени TraceMode контроллер был подключен в нашу локальную сеть. В нашем фильме мы покажем создание проекта в среде программирования TwinCAD для передачи монитора реального времени TraceMode, температуры, измеряемой термометром сопротивления и состояние одного дискретного входа. А также из монитора реального времени будем формировать значение аналогового выхода. Контроль, естественно, будем осуществлять по показаниям мультиметра. Ну и управлять дискретным выходом. Ну и договоримся на берегу. Вопросы программирования логических задач контроллера мы брать на себя не станем, а покажем лишь, как интегрировать данный класс контроллеров автоматизированной системы, разрабатываемой в SCADA 3 смод. Кстати, это уже традиционно. Вопрос использования PC-сервера для обмена данными с контроллерами мы также выводим за рамки нашего ролика. Ну что ж, обратимся к TwinCAD. С этой целью запустим приложение System Manager. В него текущую конфигурацию нашего контроллера MyConfig. Откроем слой I.O.Configuration, I.O.Device. Первое, что мы там видим, а это девайс номер один, содержит BackHawk CCAT. Эта вещь крайне обязательна, потому как содержит драйвер Ethernet протоколов для нашего контроллера, включая, естественно, и Modbus TCP. Девайс 2 внутри себя содержит полное описание всех подключенных модулей ввода-вывода со всей необходимой атрибутикой. Сетевые настройки нашего контроллера пройдены в правой части бланка и здесь стоит запомнить тот IP-адрес, который мы назначили нашему контроллеру. 192.168.10.200. Далее запустим приложение PLC Control, в котором на языке ST напишем программу следующего вида. Программу мы откомпилируем и сохраним на диск с именем MyProc. Что касается самой программы, то в объявленных переменных представлены RTD1 предназначена для считывания измеренной температуры, ну а точнее увеличенной ровно в 10 раз. Это, кстати, легко определить в режиме Config Mode System Manager. D1 предназначен для считывания состояния дискретного входа. FromTM-AO1 для приема от монитора реального времени Trace Mode значение устанавливаемого на аналоговом выходе. Кстати, здесь в шкале 0-10 Вольт соответствует диапазон кодов от 0 до 32767. Последняя входная переменная FromTM-DO1 предназначена для приема передаваемого от монитора реального времени состояние первого дискретного выхода соответствующего модуля. Выходные переменные. ToTM-RTD1 предназначены для передачи в монитор реального времени измеренной температуры, ну вернее, опять-таки, значение увеличенного ровно в 10 раз. ToTM-D1 для передачи состояния первого дискретного входа. AO-1 для установки в контроллере, полученной от монитора реального времени, величины аналогового выхода. Соответственно, DO1 дискретного выхода. Ну, саму программу комментировать особого смысла нет. Ну, единственное, что можем от себя сообщить, что при работе с дискретными входами и выходами желательно обращаться не к каждому отдельному, а собирать их либо в байта, либо в слава. Это приведет к уменьшению количества транзакций при обмене данными между контроллером и монитором реального времени. Вернемся в System Manager и в слое PLC Configuration подключим разработанную нами ранее программу MyProc. Свяжем объявленные переменные RTD1, DI1, AO1 и DO1 с соответствующими компонентами наших модулей ввода-вывода. Так, например, RTD1 свежим с первым входом модуля EL3204, DI1 с первым дискретным входом модуля EL1809, AO1 с первым аналоговым выходом, DO1 с первым дискретным выходом. А вот для объявленных для связи с монитором реального времени переменными необходимо определиться с их адресами. Так, например, для переменной toTMRTD1 важным будет данная информация. Смещение в области памяти 0, длина 2, ну, байта. Тип данных безнаковое слово Unsigned Int. То есть по адресу 0 в области входных регистров, это InputArgesters, находится считанное значение температуры, ну, опять-таки увеличенное в 10 раз, а для считывания его будем применять команду номер 4 по описанию протокола MatBus. Для дискретных входов будем использовать команду чтения номер 2, соответствует области Discret Inputs. Для формирования аналогового выхода используется команда WriteSingleRegister номер 6, помещающая данные в область Holding Registers. Ну, и, наконец, что касается дискретных выходов, то это, безусловно, область Coils, а команда записи это номер 5, который называется WriteSingleCoil. Сохраним и активируем отредактированную конфигурацию. Да и заодно переведем наш контроллер в режим Рабочий. Есть. Так, смотрим на лицевую панель нашего контроллера. Все нормально и весело мигает. Чудесно. Кстати, данный контроллер мы получили от компании формулы электромонтажа. Спасибо им огромное за это. Вот, пришло время загрузить интегрированную среду разработки TraceMode. Можно использовать как профессиональную, так и базовую версию, поскольку они абсолютно инвариантны к любому MatBus. Мы, естественно, используем базовую. Создаем новый проект в стандартном стиле. А разработку проекта начнем от слоя источники-приемники, где опишем требуемые параметры в полном соответствии с уже и сложенным. Итак, создаем группу MatBus. Переименовываем ее MatBus TCP. Создаем источник RINWORD4. Это четвертая команда по MatBus для считывания измеренного значения температуры. Ну, помним увеличенного в 10 раз. Открываем на редактирование. Изменяем ее имя для ясности. А дальше производим настройку. Адрес логический единица. Канал смещения в области Input Registers 0. Тип протокола TCP IP. Направление Input. Формат аналоговый. И вспоминаем IP-адрес. Готово. Следующий компонент. Чтение состояния дискретного входа. Вспоминаем, что это команда номер 2. Открываем на редактирование. Пишем DI1. А дальше 0.1.20. Это 16-ти личная аннотация. TCP IP. Input.Discret. Ну и IP-адрес. Просто скопируем с предыдущего. Следующий. Формирование аналогового выхода. Команда номер 6. Открываем на редактирование. Видоизменяем имя. Дальше. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Ну и наконец последнее. Это управление состоянием дискретного выхода. Команда номер 5. Write. Single coil. Открываем на редактирование. Пишем DO1. Здесь у нас будет 21. Известный нам IP-адрес. Далее поднимаемся по делу проекта до слоя системы и создаем в этом слое узел RTM. Теперь с помощью механизма drag-and-drop перетащим целиком группу MadBus TCP в узел RTM1. После выполним над каналами класса float редакторские правки с учетом форматов поднимаемых передаваемых данных. Используем множитель 0,1 для преобразования считанного значения в градусы Цельсия. А вот для канала, формирующего аналоговый выход, используем обработку следующим образом. Диапазон от 0 до 10 вольт должен соответствовать диапазону кодов от 0 до 32 767. Есть. С дискретными входами и выходами никаких операций не предпринимаем. Ограничимся внесенными правками. Далее в корневой группе нашего узла разработаем графику. Аргументами нашего экрана будут реальные значения считанного значения температуры, состояние дискретного входа и атрибуты входные значения для канала, формирующего величину аналогового выхода и состояние дискретного выхода. Как видно, величина аналогового входа будет индицироваться с помощью графического элемента текст, дискретного входа с помощью графического элемента выключатель, управление аналоговым выходом мы возложим на графический элемент группа кнопок с фиксированными значениями 0, 1, 3, 5, 7,5 и 10 вольт. Ну и наконец, состояние дискретного выхода будем формировать также с помощью графического элемента выключателя, но несколько иного вида, более подходящего для дискретного выхода. Сохраним на диск выполненную работу с именем Backhoff MatBus TCP и выполним сохранение проекта для монитора реального времени. Теперь, для того, чтобы запустить наш проект под управлением профайлера, в дереве проекта отметим левой клавишей узел RTM и нажмем на красненького человечка на панели инструментов инструментальной системы. Далее, с помощью того же самого красненького человечка будем запускать профайлер в работу. Так, у нас все готово. Итак, запуск. Итак, что мы наблюдаем? А наблюдаем мы следующее. Измеренная температура 25,3 градуса Цельсия. Состояние дискретного входа включен. Значение на аналоговом выходе 0 вольт. Ну, соответственно, вот 1. Вот 3. 5, 7,5, 10. Ну и становимся на 5 вольтах. Что касается состояния дискретного выхода, то позволим себе включить, выключить, вновь включить, вновь выключить. Да, ну, по поводу дискретного входа. Одну минутку. Вот мы его сняли, вот мы его вернули. Ну что ж, замечательно. Остановим и выгрузим профайлер. Обратите внимание, выполненный в ролике проект как для контроллера, это на TwinCAD, и для инструментальной системы 3S Mode в базовом и профессиональном формате будет доступен для скачивания с нашего сайта adastro.ru. Ну и в результате мы выполнили успешное подключение программируемого логического контроллера CX8090 Backhoff в SCAD3S Mode по протоколу обмена данными Modbus TCP. Причем контроллер выполнял роль слейф-устройства. Ну, титанических затрат на программирование удалось избежать, как, впрочем, и применение IPC сервера. Однако, в заключении стоит упомянуть, что таким способом подключаются далеко не все модели CX80XX. Будьте бдительны. Ну, а на этом мы наш ролик завершаем. Вам спасибо за внимание.